Файнд 7 Бест оф Чайна. Ссылка в описании. Смартфон продается в квадратной пластиковой упаковке, где содержимое аккуратно разложено подсеком. Такая коробочка с обратной стороны. Наклейка с основными характеристиками. Все на китайском. Аппарат из Китая. Тем не менее, официально OPPO продает этот телефон еще и на западе. Там все локализовано. Здесь лежит телефон. В этой штуковине должны быть буклетики. Несколько штук. У меня тут остался один. До меня устройство уже обозревалось и, видимо, часть потерялась где-то. Часть комплектации. Также потерялась иголка для снятия крышки. Батарея лежала где-то тоже здесь. Кабель USB-Micro-USB. Обычный. Неплохая гарнитура. С дополнительными силиконовыми насадками. Вот гарнитура. Ну и такая увесистая, мощная зарядка. Для вилки потребуется переходник. Выход у этой зарядки 4500 мА. Емкость батареи у Find 7A 2800 мАч. Подробнее о том, как быстро этот блок заряжает смартфон, расскажу чуть позже. Брать его с собой в отпуск куда-нибудь, наверное, вам не захочется, потому что он тяжелый, здоровый. Но вот в домашних условиях вполне себе хороший аксессуар. Внешне Find 7 напоминает Find 5, что не удивляет. Саму по себе модель я не могу назвать симпатичной или же страшной. Она вызывает нейтральные эмоции. Хотя изюминка все же у нее есть. Синяя подсветка в виде полоски Skyline, использующаяся для оповещений. Корпус выполнен из пластика, включая крашенную рамку, мимикрирующую под металлическую. На фронтальной стороне над 5,5-дюймовым дисплеем расположились датчики, 5-мегапиксельная камера с широкоугольной оптикой, разговорный динамик, а под ним нашлось место про упомянутую уже полоску оповещений Skyline и три сенсорные клавиши с неравномерной и невразительной подсветкой. На левую и правую сторону вынесены клавиши питания и качелька громкости. Они могли бы находиться чуть ниже. Наверху аудиоразъем, внизу микрофон, microUSB. Сзади располагается все точно по центру. Микрофон, камера 13 мегапикселей, двойная вспышка с одним оттенком, логотип Oppo, пимпочка и решетка для двух динамиков. Попасть под крышку можно с помощью тонкого предмета, надавить которым надо на маленький рычажок на правой стороне. У меня, как я говорил ранее, иголки в комплекте нет, поэтому буду использовать скрепку. Делаем таким образом, отдавливаем слегка и можем подцепить теперь крышку. Вот так. Звучит страшно, выглядит возможно тоже, но не бойтесь, крышка здесь хорошая, плотная, никак вы ее не сломаете. Механизм изнутри выглядит таким образом. Сняв крышку, видим слот под microSIM, слот под microSD, батарею емкостью 2800 мАч и два стереодинамика. Ввиду недостаточной разнесенности, они не способны создать стереоэффект, как например у HTC One M8 или Sony Xperia Z2, зато они мощные и входящий вызов вы точно не пропустите. Еще раз отмечу, что существует две модификации Find 7, с 2К экраном, просто Find 7, и с панелью 1080p, Find 7A. У меня второй вариант с Full HD, с диагональю 5,5 дюймов, и таким разрешением IPS дисплей выдает приемлемую плотность пикселей на дюйм 403 ppi. Если судить по LG G3, там 538 ppi, как и у Find 7, то огромной разницы между картинкой нет, и заметить ее можно главным образом в шрифтах и ряде адаптированных по 2К приложениях. За защиту отвечает стекло Gorilla Glass 3, а дополнительную протекцию обеспечивает заводская пленка, снимать которую я не стал. Она качественная, но в любом случае через месяц-два или даже раньше вам придется ее снять, так как она покроется царапинами и потертостями. Прошлый флагман Find 5 имел один из лучших экранов на рынке, и оттого удивительно видеть Find 7 панель с выразительным холодным оттенком и высветляющийся под наклонами. Впрочем, не критично. Под прямыми солнечными лучами читаемость хуже, чем у Sony Xperia Z2, Meizu Max 3 и LG Nexus 5. Запаса по яркости немного, мне комфортно на 90-100%. Цвета приятные, но тускловатые. Возможно, без заводской пленки дисплей будет ярче и сочнее. В общем, экрана не хватает звезд с неба, но он не так плохо, как может показаться с моих слов. Мне понравился материал задней крышки темно-серого цвета. Она не скользит, отпечатки легко оттираются, микроцарапины хорошо скрываются. Сборку можно было бы назвать отличной, если бы не похрустывающая крышка и не скрипящий при изгибе каркас. Чем выше нагрев, тем больше посторонних звуков. Такой же недуг был у Find 5. Android 4.3 Jelly Bean прикрыт фирменной прошивкой ColorOS. Текущая версия 1.2.1 рекомендуется производителям для ежедневного использования. Она дорабатывается и обновляется. Но параллельно идет разработка ColorOS 2.0, бета-версию которой может установить любой желающий. Обзор делается на актуальный 1.2.1. Возможно, 2.0 я испытаю в отдельном обзоре Find 7 с 2К экраном, если представится такая возможность. Прошивка ColorOS по числу интересных идей, кажется, уже переросла и Flyme от Meizu, и MIUI от Xiaomi. Оболочка у нее плавная, быстрая и продуманная. Например, при такой большой диагонали неудобно тянуться до шторки, но опустить ее можно из любой области, кроме виджетов. Несподручно нажать на клавишу питания на корпусе? Тогда тапните дважды на клавишу домой. Хотите включить экран и состояние блокировки без нажатия на кнопку? Вы можете это сделать двойным тапом по стеклу, либо жестом. К примеру, прямая линия снизу вверх. Вообще, сценариев управления телефоном с помощью жестов и движений очень много. Возможности по персонализации тоже заслуживают похвалы. В довесок к традиционным столам с папками, иконками и виджетами присутствуют так называемые эксклюзивные пространства, альбом и музыка. Это отдельные экраны, представляющие собой один крутой виджет. На первом можно делать фотографии и ленту из картинок, а второй предназначен для прослушивания музыки с переключением пластинок. Не могу сказать, что эти пространства очень удобны и незаменимы, но необычности у них не отнять. Поддерживаются эффекты прокрутки столов, темы, не такие продвинутые, как у MIUI, заменяют иконки фоновый рисунок наподобие флайм, и живая погода. Последняя штука самая крутая, так как с ней столы и правда оживают, сильно преображаются, по стеклу скатываются капельки воды, молнии бьют через папки, облака закрывают виджеты, туман позволяет рисовать, а снежок аккуратно накрывает ярлычки. Можно включить погоду, чтобы она соответствовала тому, что у вас сейчас за окном. Не обязательно смотреть на улицу, смотрите на рабочий стол, видите, например, облачка, значит облачно. Если дождь, значит дождь, не выходите никуда. Настройки распределяются по трём вкладкам, общий, аудио и экран. В общих, в пункте настройка безопасности, можно назначить разблокировку экрана с помощью голоса. Три фразы. Hello, Oppo. Ok, Oppo. Come on, Oppo. Ok, Oppo. Получилось. В разделе память выясняется, что приложение не ставится на карты памяти microSD, внутренней памяти 16 гигабайт. Присутствует голосовое пробуждение по фразе HiSnapdragon, но, увы, функционирует только в том случае, если интерфейс английский, и даже с английским интерфейсом работает один раз, наверное, из десяти. В батарее режим энергосбережения, напоминание о низком заряде. Ну и также можно отметить наличие обновлений по воздуху. В аудио внимание заслуживает странно переведённый пункт влияния волн. Это программная улучшалка звука Waves от Max Audio. Очень сильно влияет на звучание из внешнего динамика и в наушниках. Три предустановки готовая музыка, фильм, игры. Есть одна пользовательская. Настраивает как угодно, хотя можно настроить и три другие. Но тут вроде как компания всё сделала самым лучшим образом. Вот так выглядит. Есть эквалайзер. Регуляторы низких частот, высоких, громкости, выселение голоса. В наушниках Find 7 звучит весьма неплохо, хотя до уровня Meizu MX3 не дотягивает. Ни по частоте, ни по запасу громкости. Если у вас недорогие наушники, то вы вряд ли разочаруетесь, а с помощью Max Audio наоборот добьётесь хороших результатов. В экране стоит выделить остаток заряда в процентах, возможность отображения, логотипа оператора, загрузку и настройку шрифтов. Набор предустановленных приложений хорош. Он включает традиционные сервисы Google и разнообразные собственные программы. Погода с красивой анимацией. Музыкальный плеер не очень удачно оформлен в стиле проигрывателя пластинок. Как-то не сочетается такая хай-тек штучка с практически изжившим себя форматом. Я допускаю такое оформление в качестве одного из возможных вариантов, но других-то нет. Видеоплеер способен работать в окне, настроек никаких, но зато он в принципе всеядный. В галерее нельзя менять масштаб превьюшек и представлены они в разнобой. Иногда сложно понять, какое фото было снято раньше и иногда хочется, чтобы была увеличена, например, вот эта картинка, а не эта. Редактор стандартный и его удачно дополняет создатель коллажей. Ну, наподобие такого. Клавиатура Swipe для Oppo – одна из самых удобных сторонних клавиатур. Программное обеспечение стабильным я назвать не могу. Мне встречались ошибки управления питанием, ComAndroid Phone, зависание с черным экраном, требующие жесткой перезагрузки, потери связи с сим-картами МТС, Мегафона и Билайна. У Билайна в меньшей степени. Возможно, мне попался неудачный экземпляр, но я все же склонен винить недопиленное ПО. Кстати, наши LTE поддерживаются. В Oppo Fan 7 используется 13-мегапиксельный сенсор Sony с размером пикселей 1.13 мкм, светосилой F2.0, автофокусом, двойной светодиодной вспышкой одного цвета. Рассмотрим интерфейс. Слева переключение на фронталку, вспышка, настройки, справа режимы. Интерфейс я могу назвать простым и удобным, однако настроек не так много, как, возможно, хотелось бы продвинутым мобильным фотографам. По сути, вручных настроек вовсе нет, зато есть интересные режимы. В их числе HDR, гиф-анимация, фото с аудио, съемка с выдержкой, RAW, панорама, Beauty Plus для фотографирования с корректировкой кожи и Ultra HD, то есть фото с разрешением 8160 на 6120 пикселей. После анонса смартфона ожидания от последнего режима были крайне высоки, и кое-кто даже высказывал робкие предположения о том, что 41-мегапиксельный Nokia Lumia 1020 придется подвинуться. Однако физику не обманешь, и Lumia беспокоится совершенно не о чем. Размер сенсора оказывает куда больше влияния на результат, чем разрешение. Без крайностей, конечно. Ultra HD фотография с разрешением 50 мегапикселей получается путем наложения нескольких 13-мегапиксельных кадров. Детализация в результате не увеличивается. Наоборот, картинка становится вылизанной, и если так можно сказать, замыленной. Взгляните на кропы, обратив внимание на песок и верхнюю часть шины. Большого смысла делать тяжелые фотки с сомнительным результатом я не вижу. Если хочется, то снимайте тогда уж в RAVI. В целом, Find 7 снимает очень неплохо во всех опробованных условиях, хотя цветопередача не всегда точна, баланс белого может ошибаться, и боки какой-то скучные. Но если не сравнивать с конкурентами, то вы на это и не обратите внимания. Фокус наводится правильно, смазы минимальны. Видео пишется в максимальном разрешении 4К, и то, что с ним получается, выглядит потрясающе. Электронный стабилизатор с ним или вовсе не работает, или не очень эффективен, поэтому рекомендуется пользоваться штативом. Следящего автофокуса нет, наведение производится по касанию, что не всегда удобно. При Full HD качество уже не так впечатляет из-за артефактов, вызванных низким битрейтом. Всего 8 Мбит в секунду. Замедленная съемка со скоростью 120 кадров в секунду тоже не поражает воображение из-за разрешения ниже заявленного 720p. Оно достигается интерполяцией. В режиме HDR все совсем нехорошо. Смотрите примеры фото и видео в подробном текстовом обзоре на сайте. Ссылка в описании. В модели Find 7A применяется четырехъядерный чипсет Snapdragon 801 MSM8974AB частота 2,3 ГГц, графика Adreno 330, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ внутренней памяти. Модель Find 7 без A оснащена чипсетом Snapdragon 801 MSM8974AC частота 2,5 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ внутренней памяти. Ввиду разницы в разрешении, результаты в тестах и поведении в играх должно быть сравнимым. Показатели в бенчмарках модели Find 7A. Antutu 37356, Quadrant 21803, Geekbench 3 972 3032, GFX Bench Full HD 11,4 FPS, 28,1 FPS, 3D Mark Unlimited 20324, Epic Citadel Ultra 58,3 FPS. В модели Find 7A стоит батарея 2800 мАч. Время работы в режиме воспроизведения видео приятно удивило. 8 часов 6 минут. Но разочаровала в режиме игры. В нового 3 за полчаса разряд составил 20%. Было 86, стало 66. И эти 20% сопоставимы с разрядом LG Nexus 5, никогда не претендовавшим на звание долгожителя. Другие телефоны аналогичного Find 7 класса разряжались у нас в таких же условиях примерно на 13-15%. То есть порядка 3,5 часов игр. А Find 7 выходит примерно 2,5 часа. По вседневности же я не заметил стремительного употребления заряда. Дня на 2 размеренной нагрузки его точно должно хватить. Так что стоит ожидать улучшения поведения в игрушках с обновлениями. Напомню, что в комплекте идет усиленная зарядка, как говорит сама компания Oppo, и как показывают реальные замеры, за полчаса батарея заряжается примерно до 75%. 5-минутного же заряда должно хватить примерно на 2 часа разговоров. Непонятно, какие последствия будут в долгосрочной перспективе от такой скоростной зарядки, но компания говорит, что опасаться нечего. Если же мощная зарядка вас смущает, то пользуйтесь другими блоками или подпитывайте аппарат от компьютера. Производитель также утверждает, что в Find 7 содержится 5 слоев термальной защиты от перегрева в процессе зарядки. Действительно, в процессе зарядки нагрев не очень высокий. Однако телефон ощутимо нагревается под сильной нагрузкой, и его очень неприятно держать в руках. Самое горячее место сзади у камеры. Датчик температуры батареи демонстрирует скромные показатели, будто его замотали в эти самые 5 слоев термальной защиты. В частности, в Nova 3 нагрев за полчаса достиг 39 градусов, а в Stability Test 41,4 градуса. Но руки-то не обманешь, они чувствуют тепло. Если продолжить разговор про Stability Test, то можно отметить, что частота процессора постоянно регулируется в зависимости от температурных показателей чипсета, процессора и 3D-ускорителя, проседая временами до 1,3 ГГц. Большую часть времени частота была на уровне 1,5 ГГц. На поведение в игрушках это явление, характерное абсолютно для всех флагманов, сказывается слабо. Dead Trigger 2. Графика максимальная. Все эффекты. Идет хорошо. Иногда, когда смотришь на лужу, FPS чуть-чуть проседает. Такое я видел уже у Samsung Galaxy S5. Там частота 2,5 ГГц. Но ничего страшного. В общем и целом, идет отлично. Напоследок. Пью. GTA San Andreas. Графика максимальная. Идет она не идеально, но лучше, чем на некоторых моделях с Snapdragon 800. Можно даже не понижать графон. Ну да, немного падает FPS. Но в целом, я считаю, что идет хорошо. Real Racing 3. Asphalt 8 вылетает, поэтому показываю эту гоночку. Идет хорошо. Oppo Find 7 вышел не только отличным последовательным Find 5, но и просто качественным смартфоном с вагоном и маленькой тележкой интересных идей. По железу телефон ничем не выделяется, и его сила в прошивке ColorOS. Если вам понравились ее фишки с жестами и движениями, вам приглянулось оформление столов, а также зацепило подсветка Skyline, то Find 7 вас не разочарует. А если эмоциональную связь установить не удалось, то стоит рассмотреть другие варианты. Выражаем благодарность за предоставленный образец Oppo Find 7A Best of China. Ссылка в описании. Спасибо за внимание. Жмите лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok